Один, два, три, четыре. Тут, туру, тут, салям, родные. С вами Серкан Булат и Бурак. Да, это так. Мы скрывали от вас, мы известные турецкие актеры. Вот. Смотрели, постучив в мою дверь, это Радик же там играл. Я специально, когда в Россию приезжаю, бухаю сразу бутылку водки, чтобы чуть-чуть припухнуть, и меня не узнавали. И потом главное не останавливаться, а то если мы этого не сделаем, мы будем слишком красивы, нам просто не дают по улицам ходить. Вот, 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 вот. Слишком тяжело. Мы тут даже спортом не занимаемся. Мы стали слишком популярными, мы вот стараемся. Вот вы думаете, ой, они ухаживают за собой, наверное, там стригутся. Нет. Каждый день с утра до вечера мы делаем такие действия, чтобы наша внешность стала хуже, иначе мы станем слишком популярными. Нам это не нужно. Это факт, это факт. Мы хотим простой жизни просто снимать ролики, развлекаться, как бы. Я на завтрак ем палку докторской колбасы, чтобы просто чуть-чуть набрать веса. Чтобы хуже было. Короче, сегодня смотрим черный список, и я как профессионал по уборке, Юлик, не даст соврать, поэтому смотрим сегодня в сфере спецуборки, черный список, первый сезон. Быстро расскажу историю для тех, кто на мою телегу не подписан. Но Радик уехал, он был в Питере, вписывался у меня, уехал, и как бы дома теперь очень чисто стало, когда он был. Потому что он все убрал, но он, говорит, грязный. Я просто не могу, как бы, ну ты же знаешь, у меня есть определенные заскоки, мне просто некомфортно. Недели, и прям привет из прошлого был, я так, я стою на кухне, и я смотрю на часы микроволновки и духовки. Если бы они были разные, я бы не обратил внимания, но я смотрю и вижу, они одинаковые. Я думаю, ну-ка. И я смотрю, время точно такое же, какое оно вот сейчас есть. Радик выставил время даже на таких вещах. Я охуел, я вот прям встал, я такой, это что такое, ты как, это вообще зачем? Ты такой, блядь, в этот момент колечко достаешь такое. Угу. Я просто, это, три фазы в квартиру заходит, там одна фаза. Короче, свет отрубался. И вся хуйня сбилась. Не, я там все как могу стараться. Я делал для себя, чтобы удобно было, не для тебя, блядь. Я понимаю, я понимаю, но я все плоды вкусил. О чем мы сегодня смотрим? Сервис подсборки, черный список, первый сезон, привет от Лысого. Будут воровать деньги. Суки. Ну здесь Алексей Земсков, крутой мужик. Это лучший ведущий, по крайней мере, блядь, передача. А он без хуйни, он выходит и говорит, ну что вы сделали, блядь? Ну вы же понимаете, что так делать нельзя. Нет такого заискивания, как у Рината Акзамова и Димы Масленникова. Вот Ринат, они как-то в сторону смягчения ведущих идут. Ну. То есть вот он самый жесткий, Ринат и нашим, и вашим. Привлечь больше аудиторию молодежную, знаешь. И Дима Масленников самый позитивный из ведущих. А нам позитив не нужен. Я вообще мопсу, это, мопс дядя пёс позвал. Или щадил, чтобы он выходил и такой, ты дура, блядь. Ты на хуй своровал эти деньги. Ты теперь отдашь мне в пять раз больше. Тесака надо было звать раньше, что тут передача, блядь. О, да, вообще. Вот это ты был бы пить. Блядь, к рассмотру были бы, ёб... Ладно, всё, поехали. И сегодня мы с вами будем проверять качество работы как раз таких компаний. Сегодня Алексей Земсков проверит сервис специальной уборки в трёх ценовых сегментах. Я пинаю, отходится, ломаю. В дешёвом среде и самым дорогом. Для этого испытания мне удалось найти реально захламлённую квартиру. Ой, блядь, мечта моя просто. Дайте мне там один день переночевать. Убирать сильно захламлённую квартиру будет... Я когда вот такое вижу, я думаю, блядь, а просто поджечь всё. Потом пепел проще будет вымести, чем всё это выносить, дырать, чё-то. А мне нет, мне нравится, знаешь, типа всё сложить, аккуратненько, всё там. Ты ещё пока, короче, этим всём занимаешься, чё-то находишь новенькое, интересненькое, там чё-то ещё такое. Для меня это как небольшие приключения, блядь. Видимо, у меня жизнь-то пи*** скучная была до этого. Я такой, захламлённая комната, блядь, острых приключений. Там игрушку с киндера нашёл с 80-х годов. Пошёл и продал на авито. Ты чё? Компания из дешёвого ценового сегмента. Понравилась компания под названием Чист Рум. Чист Рум, добрый день. Мне нужна генеральная уборка, при этом квартира очень завалена вещами. Комната 14 квадратных метров, кухня 6 квадратных метров. Сколько это будет стоить? 12 тысяч рублей будут стоить услуги клиентов. Роль хозяин. Они сейчас на этот срач посмотрят, скажут, ну не, ребят, тут только за тридцатку во всём этом хламе копаться. Либо мы половину хлама забираем. Да он так и сделает спичку, как ты и предполагал. Мне просто интересно, как они здесь они будут разбираться, типа, что можно выкидывать, что нельзя выкидывать. Это же, по факту, вот если бы я пришёл, для меня это было бы всё мусор. Ну, фантики выкидывают, что-то более твёрдое, типа, пластиковых упаковок. Если это не пластиковая упаковка от еды, они складывают обычно. Тейки квартиры играет адвокат Ольга Митрофанова. Да где она служила? Мне нравятся у Митрофановой наряды всегда, всегда необычные. То какой-то мегавырез, короче, у неё, то медали адмиралтейские. Ну, выглядит прикольно. О, смотри, сколько там закруток. Хуе, ну, прям в комнате, чтобы бахнули. Чистая подводочка, всё. Даже не подвал, ничего, не холодильник. Я костюм не моя, моей бабули. Такой антисанитарий, я думаю, если они эти банки крутили, то все эти банки ёпают. Вы, наверное, никогда не видели, как банки ёпают? Ну, там просто крышка. Ну, да, да. Она ещё, нет, мне недавно потекла, она, я зашёл на балкон, у меня там всё, короче, в этой жидкости, всё в плесени. Такой думаю, блядь, два дня не было менять. Мы про банку говорим, или ты привёл кого-то домой? Сык. Тс-тс-тс. Всё в этой жидкости. Это квартира бабушки, к возвращению которой нужно привести её апартаменты в порядок. Ну, слушайте. Бля, чё ещё прикольно, извини, что тебя перебил. Они, по ходу дела, снимали первый сезон всё в одной квартире. Я смотрел, вот недавно смотрел серию по натяжным потолкам, и вот они вот в этой комнате натягивали потолки. Уже в убранной? Ну, здесь вообще ничего не было, только шкаф стоял. У меня память. Я вот просто смотрю на эту квартиру, если они уберутся, то она не будет подходить к бабушке. Я вот прям вижу эту квартиру, как будто в ней сидит бабушка. И вот ей можно в этой квартире прям умирать, и всё будет так, как должно быть по жизни. Если она умрёт в вычищенной квартире, она будет смотреться там как-то некрасиво, неправильно. А вот здесь она на своём месте ищет. Среди банок, хлам. Не то, что я, как бы, плохую бабушку. Ну, бабушке, ты бишь, что-то такая мысль, типа, что она с собой всё-таки заберёт что-то в загробный мир, да? Не знаю, но вот это прям вот сюда смотришь, такой, о, здесь живёт бабушка. А когда квартиру вычистят, ты такой, а кто здесь живёт? Непонятно. Её сдают, что это за хата? Это бритон, может, какой-нибудь. Блядь, это кошмар. Я думаю, бабушке не понравится. Не понравилось бы настоящей бабушке, если бы в её хате вот это всё ухали. Да это блядь, нет, конечно. Вот они по счёту и крахика, смотрю. Вот в этой комнате нужно помыть все поверхности, протереть пыль. Вот смотрите, я, честно говоря, понятия не имею до конца, что здесь есть и чего нет. Таким образом, она даёт понять, что непроводимая инвентаризация имущества, а у нас есть целых две заготовки, фамильные и драгоценности, а также в чулке спрятано пять тысяч. О чём я и говорил. Может, чулки начать носить, чтобы вы где деньги прятать? Да я у тебя там знаешь, сколько денег нашёл, пока убирался? Уф, вон ты диван купил новый там. Да там порванные лезали. Порванные доллары и пятитысячные, но их не много. Выкидывайте весь х... Я... Чё, были порваны пятитысячные? Да, но они там так порваны, что их уже не обменять. Блядь, я не находил нигде, я плохо убирался. Плохо искал, да. Чё там, не уезжаешь никуда? Это нужное, важное, то, что ещё может как-то послужить или ценное, это надо оставить. Рассортировать вещи, одежду в одежде, если там новую стук обуви. Было бы круто, если бы там обосранные трусы лежали или что-нибудь такое. Да, говно, где крысы дохлые валялось. Знаешь, воняет, они просто не поймут, где они, прям захламлённые было. Прям такой стресс-тест для уборщиц. Что они будут делать в этом случае? Вторая комната, в которой надо разобраться, это кухня. Сориентируйтесь мне, пожалуйста, по времени и по деньгам. Ну, то есть, мы посмотрели, нам говорили, немножко по другой объём работы. Мне нужна генеральная уборка, при этом квартира очень завалена вещами. Ну, 6-7 часов и по стоимости недвижимости. 6-7 часов для вот этого это очень быстро. Ну, это нормально, просто типа мусор собрать, всё потихонечку скидывать. Они обычно намного дольше убираются. Типа 6-7 часов они бы вот без этого хлама убирались в генеральную уборку. А что там убирать? Там нужно просто всё складировать, по факту всё сложить. Ты там, блядь, ну никуда не сложишь. Это, ну, говно, блядь, половина всего этого. Каждую полочку протереть, каждый уголок. Я не могу с этого, блядь, адмирала. Представь, в очереди в аптеку такая стоит. Блядь, там медали какие-то висят. Да это, ну, типа, какая-то непонятная фигня. Я говорю, не, блядь, представь, просто она стоит в аптеке такая. Ты перед ней стоишь, она вот, всё, у неё ещё какой-то берет будет. Она такая, можно мне смазку, пожалуйста? Почему смазку? Забей. Ладно, я не буду больше так делать. Мне говорят, это очень мерзко. Не, не, мне нравится иногда, типа, знаешь, я такой думаю, сейчас мы, мы же друзья, блядь. А мы, я как понял, за последнее сообщение, не очень мы друзья, походу. Мы созвонились, он сказал, говорит, я с тобой больше не буду снимать, буду снимать только с Эльдаром и Женьком, мы больше не друзья. А сейчас, говорит, что я говорю, что мы не друзья. Нихуя себе. Не, не, ну, были там причины, мы с тобой разговаривали в Питере. И сейчас ты такой, типа, хопа, не поймал какой-то вайб, и ещё один звоночек есть, понял? Я такой, а, ну ладно. Ты про чатик что-нибудь? Да, конечно, про чатик, да. Ого, клинеры на кип... Вон, после в ролик. Нет, нет, давай обсудим при всех, блядь. Давай прям в момент ролика. Меня это, блядь, жёстко, блядь. Сейчас я его найду. Не надо мне делать задолжение, спасибо. Хорошо. Не надо. Давай, ладно, всё, короче, после ролика обсудим наше личное отношение с тобой. Нет, не хочешь... Увидимся, блядь, в кружочках, понял? Хочешь, вынесем всё это в общественную пространство. Тысячу рублей сверху, хотя такая сложность уборки уже заложена в 12 тысяч рублей. Да не... Ну ладно, давайте, вы тогда начинайте, я сейчас уйдомую, и может быть там через... Они бы ещё в бомжатню какую-нибудь притащили, заброшенную, сказали, вот убирайтесь тут, а там типа бочка с костром горит, мужики спят... Да-да-да, вот бухают, сидят, пердят... Шприцы кто-то еб... Вот здесь за 12 тысяч, пожалуйста, сделайте, чтобы было хорошо, комфортно. Блядь. За 12 тысяч, ну дайте нам 7-8 часов. 8.30. Ужасно, да. Я предлагаю начать тогда с кухни самого грязного и закончу даже зала. Хорошо. Итак, наши клинеры решают начать с кухни. Ну есть мне уже претензии, нету костюмчиков, нет с собой средств специальных, блядь. Сейчас всё одной тряпкой будут убирать, а как мы знаем... Типа этих приталенных костюмов? Конечно, конечно, вот с этими кружками ходили. С пипедастрами такие. Да-да, не-не-не, я хочу, чтобы с пиром павлина были ходили, знаешь? О, нихера, чтобы рядом ходил живой павлин, и они периодически из него перья выдирали, когда старые спачки. Один раз провели такие, нет, мне не нравится. Мы ку-у-у-у-у-у-у-у-у, они вырвали и дальше хе-хе-хе-хе. Нам надо сейчас прям оперативно-оперативно-оперативно. Да, здесь не вкусили, потому что здесь тебя прям... Вот они интересные, они одновременно говорят о... Да, обсуждают, но ничего не делают. С кем они разговаривают? Одна об одном, другая, вторая. Вот и профессионалы. Она сейчас только что бытовой химии оттирал очень загрязненную плиту. И этими же перчатками потрогал фрукты, которые мы потом будем кушать. Она посмотрела, они гнилые или не гнилые. Ну, по факту, здесь, вот я считаю, здесь что трогать, блядь. Чистит плиту, почистит и меня, значит. Ну, здесь все в одной однородной массе говна, блядь. Здесь вообще безрадь, что тут... Здесь хоть, не знаю, блядь, реально... Все на выброс надо. Да, 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 да. Друг друга поторапливают, это очень похвально. Но мне главное, чтобы качество не пострадало. И вот то, что я сейчас вижу, это очень поверхностная уборка. Она просто вот так вот тряпочкой слегка влажной смахивает пыль с кухонных фасадов. Это не генеральная уборка. Расчистку захват... Мне нравится, какой у него взгляд. Такой. Это не... Генеральная уборка. Нет вот этой хуй... Он смотрит и просто накачивает с себя, просто сидит. Блядь! И все, там час проходит, у него уже пелена перед глазами. И Ольга со скандалом, потому что там всех... Да, да, выходит, бам, блядь, одной, бам, второй. Там сотрясение, перелом челюсти. Там челюсть в одну сторону смотрит, голова в другую. Может, поэтому его и заменили. Просто был выпуск, где он убил случайно. Клинер или кто там приходил. Взломщик из замков. У него же свой YouTube канал есть по ремонту вроде. Да, да, да. Он периодически об этом говорит на самой передаче черного списка. Молодец. Там и там я затрагиваю такую-то тему. Я думаю, ни хрена себе, как мы разрешили говорить об этом. Но это уже монтажер не вырезал. Либо он так это в свою речь вставляет. Да, надо что-нибудь из контекста, да. Вот хитрый, блядь. Балочки очень пыльные. Их надо помыть, их надо с любовью протереть. Делаем, видимо, в порядке. Мы не успеем. Не втираем, ставим сюда. Вот пошла оптимизация. Какое-то свободное место внутри шкафа удалось найти. Они сейчас туда будут запихивать банки. И банки, они уже засудили в шкаф, к сожалению, не протерли предварительно. А должны были и шкаф протереть, и банки. Талтура, согласен. Это как раз шкатулка. Еще такой нюанс. Бабуля упоминала, что есть где-то шкатулка с драгоценностями. Нашли бабушкину шкатулочку. Шкатулка с бабушкиными драгоценностями и есть наша проверка на честность. По идее, клинеры... Делаем ставку. Украдут, не украдут? Я думаю, нет. Мне кажется, тоже нет, да. Если бравство, они только начали, они еще не... Потом они заебутся, а как бы... Потихонечку начнут тащить. Да-да-да. Станет грустно, злобно, что они в этом говне ковыряются. Деньги умыкнут. Вот это не... Сколько им озвучили? 12 тысяч? 12 тысяч. Это мало. Это мало. Для этого этого мало. Ну, для этого да. Но в целом... В целом хорошо. Это очень хорошо. Да-да. ... ее хозяйке. Ух ты, варианты. Фамильная драгоценность. Мне кажется, из каких-то таких камней красивые. Неужели клинеры соблазнятся на драгоценности и оставят шкатулку себе? А красота от красотой, но мы эту фамильную драгоценность должны передать хозяйке. Ты меня поняла, да? Кося, какая надушная. Молодец. Зина, бед, это наш шанс. А я думал, что, как у соров глаза загорелись. Да надо было брать, девчонки, я считаю. Кто бы узнал? Бабка старая, мало ли, что продала кому-нибудь уже. Ничего не понятно. Надо было просто телек вынести и сваливать оттуда. Телек, принтер. Неплохой вариант. Я вчера себе телек купил новый. Ну, не новый. Ну, офис Баду там нас расформировали, распродавали все по дешевке. И я себе телек забрал там. Ну, короче, много чего там распродавали. Макбуки, макблоки. Макблоки, большой. 55 дюймов. Ну, да, да, да. Ну, средняя цена у него 60 была, а я за 37 получается забрал. Прикольно. Да, прикольно было. Не, просто прикольно. Знаешь, что, приходишь в офис, и там люди ходят, там, макбуки забирают, договариваются. Там все у них развалено, короче. Что-то бегают, распродают, думаешь, нехуй ты попал, короче. То есть я такое видел только в телеке, знаешь, на ютубчике где-нибудь. Да, распродажи, живую. Прикольно попасть было. Я бы даже снял. Сейчас она все-таки полезна в тот шкафчик, и там у нас заготовлена очень интересная ловушка. Чулок с пятью тысячами рублей. Тоже не станет спать. Куда денется этот чулок? Если бы он валялся на полу под диваном, а тут слишком очевидно, что это деньги, сохраненные, их в чулок засунули и спрятали. Я просто не знаю, я бы, вот, я просто на себе думаю, я бы не стал даже чулок разворачивать. Я просто его выкинул бы куда-нибудь в мусорный пакет и все. А примерить? Мало ли, вдруг такой, мне идет, надо договориться забрать. На одну ногу чистить. Я, когда мне мама в детстве колготки надевала, мне вообще так было тяжело. Мне тоже. А сейчас как холодно становится, я думаю, бля, что бы поднесли. Детские колготки своих находишь, бля. О, нормально, по размеру. Возьму-ка чулочки, правильно? Смотри, 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 смотри. Чулочки тысяч. Сейчас, погоди, пожалуйста, я белье постирал, достану, развешу быстро. А себе, блядь, не... Вот это воспитал парня, смотрите, а. Вот так вот, блядь, как старший дядь к нему. Он приходил и рассказал, вот, порошка столько положи, этого столько положи. Постираешь в таком режиме, сделаешь вот так, вот так. Молодежь, блядь. За ними глаз да глаз только, понимаете? Я-то с 20 лет уже один живу. У меня дома, знаете, как приятно находиться. Красота. Сам себе не похвалишь, что никто не похвалит, как говорится. Ладно, на самом деле здесь женский капкан у меня. Пришли, чистый воздух, голову загружил, цап, и все. Да. Ладно, пока Юлика нет, я спою Мияги. И-э-э-э-э-э-э-э. Я скинулюк заку, устал в пути. Мутеляр, робосоты, коты. Меня примет каменный лес. И я так приятно к дойдет в груди. Вообще принятые меры, я и не подвластен, таля нервы подбит. Знаю, что этот город наизуз. Без огней он спит. Вечно репит, мой город болит. Без облом. тут 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 и любви такая у тебя панама красивая а че ты пришел я пил вообще то здесь че пел miyager а папа папа ну я я короче решил что я хочу петь рэп кальянный до машинный такой на что в тачке летишь такой летишь блять фишка здесь еще такая панорамка и типа ну не звезды короче и чисто к девочке своей летишь такой а жизнь уже думаешь все блять чихану номер один ее отвести чтобы посидеть подымить тройной тройной яблоко ручку и на коленочку так положу знаешь буду гладить периодически с высотой обсуждать свои проблемы нынешние причем по деньгам что как двигаться там до дамся диски заниженные короче пляпись у чая по прошлому жестко пора прочего вот сука значит то и сказала не 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 мы это брать не будем а тут как поняла что в одну рыбу можно пятеру заработать так сразу уйти с ну так она еще вишах то так демонстративно я по чулочки вот смотри выкиду хитрюшка бля и попахивает воровство за несколько часов но тут не воровство тут не показано что она это увидела понимаешь она здесь этот она умная здесь она может хорошо хитрить теперь я не видел там деньги ой правда нифига себе то есть на ее месте если бы я был уверен я бы так же сделал не она прямо взяла вот так вот сделала по моему по моему акцентировала на внимание на день мы посмотрим как она выкручиваться да 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 давай давай это и совершенно другой вид но насколько не уборка и еще одно испытание а то ли ногу нормально горки иначе но все равно с диваном находятся гнилые овощи запихали найти их на самом деле легко вопрос будет ли убираться под диваном может быть сейчас уборщица помоет под диваном но нет гнилые овощи остаются лежать на то надо было крысу как мы сразу говорили дохло ложить или кошку вон кот же ездили надо было его подружку куда положено на солнце подержать чтобы подсох и запаха не было иначе по запаху быстро найдут гулять удобная штука на самом деле потом опарыши появится и на рыбалочку вообще идеально спасибо за идейку можно просто холодильник оставить размораживаться там опарыши приоткрыть его немножко особенно если лето чтобы муха прилетела какая-нибудь тоже как вариант но понимаешь это немножко такой неестественный процесс как будто знаешь наняты нужно прям вот ну типа придушить на балкончик положить крыш сделать вид что ты типа это случайно сделал как ты в детстве вот а потом как бы ну под диванчик и все потом все рожьи когда запахнет у меня воля не выдержит и вытащит я трогать это дерьмо не буду вечер больно просто скажи собери всех опарыши вот в эту банку из-под кофе до языком так хочется получить ответов пошли так быстро здравствуйте к ним там убирались не количество четырех же вот это телеканал пятница премиум работа куда чё она боится не знаю на ничего плохого не сделала вроде бы но если только сейчас наград вот нашли шкатулку открывают а там нет ожерелье и она вот амин да все одна девушка бежу а чего вы убегаете все хорошо был на самом деле просто и разыскивает полиция вполне воздушно потолок ломает в это забраться пытаются как бы я дверь не открывают потому омон ломится я вот стараюсь быстрее ролик снять ну ты не забудь меня первая статья ты не забудь сразу написать бумажечку они воруют через мусор я видел некоторые ну логичнее все вот они круто делать они не дают просто свалить они их пытаются сдержать потому что она юрист она понимает до какой поры можно не переступать человек заложник я понял понял ну слушай ну если как бы они могут они мусор забирается бы нет я не понял вроде нет но она и сумку тут оставила на другую часа на сумку вас как но по выставали мою сумку и заяву накатает понимаешь сейчас наше время это легко мусорнуться братан вот и момент истины бабушкины чулки но это даже не мусор был практически сумка телефона что это серьезно это я тебе вещи может половину ее вещей а бабка ты горячая штучка смотри какие чулки нормальный кожного цвета да я бы с ней потанцевал под этот любовь и волги блять чтобы зимой гонять всем казалось что это можно вот что вот это такое ну и чё ты жопой вертишь что уж понятно что ты это украла не понимаешь ну так блять не красивое преступление да не кроме того что даже не мусор сложил там ее основные вещи были и чулки гнилье это не просто чулки а деньги девушки а деньги давайте я вам не отпускай нам сделали какую-то базовую уборочку и при классно было бы если по алексея были проблемы с агрессией она ушла закрыла дверь и он такой а как же как же чулок в дверь мы обучили классный сидим еще рядом сел психолог который пытался успокоить объяснить его проблемы блин нахуй психолог просто чтобы им ему иногда клапан срывала начинал орать на исполнители это очень поверхностно я вам сейчас покажу те самые овощи которые под диван вот смотрите вот это вот убор я думаю сейчас диван подниму смотри такой босс балокосос б к за 15 тысяч рублей этот диван такие все гнилые овощи скажу помидоры вообще не я бы даже доел это вот это все салат рассортировать ой блям как салатик сделали в гараже помнишь ты сделал ёпты бля и так там редька помидорчик огурчик под майонезик и все это под водочку холоднику чих так посидели прошла сюда никто даже не заглянул вот это все за эти деньги можно были достать протереть и поставить облизать не халтура чисто внешне сколько здесь пыли или даже никто не против я бы списал это может быть на некомпетентность на неаккуратность на то что торопились но то что они взяли чулки в которых были деньги мне кажется тоже воровствовали мне кажется друзья они не понимают ценности тех 15 тысяч рублей нас просят потому что они получают за это 2 ты может быть максимум 5 тысяч из-за того не является посредником на своем канале я постоянно борюсь посредниками в строительстве да красава да я настоятельным чем себя рекламирую так можно вообще а я че я тогда свои услуги не рекламирую может как-нибудь вернуть да он потом такой бля монета бешеная пошла как сходил туда меня конечно скоро турнут отсюда за такие штуки но уже пошло гулять ты гулять деньги уже льют что мы можем бороться с посредниками в рамках этой программы и мы будем с ними бороться и поэтому компания чиструм сегодня попадает в черный список на 2 чей и рейдерский захват устроить и на на пятницу подписать если да а раньше такая фигня была да я помню что ваше имущество было повреждено либо утрачено то вам нужно обратиться к письменной претензии к исполнителю с приложением документов подтверждающих что такое имущество вам принадлежала либо сразу же обратиться в суд для следующего эксперимента мы превратили квартиру в бордель он только что стал с кровати пока это девушка лежит расстегнуты в адмиралтесе там смотри они даже плакаты развесили ни хера себе моя комната 16 да не врю тебя плакат с этим с титаник зачем ты так сказал мы не до 16 раньше но был у меня дикаприо висел он нравился не дикаприо в молодости он реально был хорош а вот этот песня с титаниками она меня до души цеплял вообще просто нереально сняли до титаник были сломал все мое детство блин сейчас нас ждет генеральная уборка после которой от него не должно остаться ни следа на очереди средний сегмент алексей ищет компанию предоставляющую уборку сильно загрязненных квартир и в поисках такой услуги я наткнулся на компанию клинки пол которая как раз он бы они ну сделали квартиру в которой прям таракану знаешь когда свет включаешь и не таком кого вообще крыса разбегаются да это будет это жутко есть же люди которые предоставляют услуги по дезинфекции ну типа который убивают газом наполняет или чем опрыскивать опрыскиваю да потом выветриваются это все-то тему специализируется не бабку будет таблице они будут так тараканы по лицу ползать брызнет говорит туда бабушка сидит телек смотрят после бабушки нет бабушка ребенку уже появился мы выяснили что проблема была именно в бабушке мы от нее избавились не спрашивайте как что куда грязи больше не будет проблем рисунок бордели организовали мы теперь сами жить будем надо квартирку убрать подготовку с майонезом площадь у нас 80 квадратных метров а че они для кадры дали бы операторы там ну драчи в гандон для к потому что мы пробовали майонез мы пробовали жидко мы с глухом и пробуем мы чё так не пробовали не похожи клинеры сразу поймут что это какая-то подстава иди вот там угол закройся чем-нибудь вот так куртку с ними держи перед собой вот так вот делай работой потом повесим на ручку так вышло что я эту квартиру сдавала я просто представляю пока дальше остальные короче раскидывают не все сидят вот так и ждут давай давай ты можешь побыстрее как уже клинеры едут у тебя есть две минуты кончай что ты что тут причем ты нет и это догадаешь белый косов блузку начать растягивать потихонечку ну как тебе еще помочь андрюша и ведущий то выдущу ты блять не умеешь ну давай сюда блять ты блять если не справляешься ты скажи это значит не твое дело жёстче надо жёстче все это блять это тебе не этот не бабочки с не насекомые не сын ну чё у тебя грозная сосиска бляха муха давай работе работе смотрите вот здесь нужно все убрать я на самом деле планируется реально выглядишь как секс сорокалетней детстве женщины короче с 18-летним начать открытие ничего не было секса до этого уже все андрей ну чё ты я уже готова и все пора эту бутылочку вина уже открыть как бы андрюх мы тебе помогу я не надо вы правда маме не расскажите мама твоя попросила ну ты чё все ходит мямлю блин она она когда просто не берет она и поднимает она не стаскивается с кровати как этот лист дескопа завязывайся волосы скоро на руках очень важно я аллергик причем жуткий аллергик я знаю что общее средство пользуйтесь но и чё блять нам в обтеку нужно было зайти за антигистаминами вроде бы все сказала как только ольга уходит в квартире а есть быдло уборка вот к тебе приходят ты чё это должен убирать ну ты чё свиньяк и чё вам деньги за это платят и чё и ты вот как-то должен попытаться уговорить сам убирай свою парашу блять и оба трубки начинается трусы грязные твои носки грязные зашкорька в следствие ведут уборщицы это перед тем как в армейку уйти надо на неделю короче в картер сажать зэками блять что больше вышел по понятию мог общаться опа грязные друзья суть испытания в том чтобы полностью нейтрализовать последствия вот такого неудачно аренды квартиры и как эти презервативы тупо перевязаны замазки какие-то замазку какую-то налили реально надо было попросить оператора на дрожи привести ее к адекватному состоянию на очереди первая ловушка грязная посуда плита загрязнена сильно посуда загрязнена сильно очень жирные следы помады на всех бокалах которые достаточно трудно отмыть гипоаллергенными средствами никто из них даже не почесался пока что начать хорошо мыть посуду вот она что-то ополаскивает но знаешь там не пахнет тем чтобы хорошенько ее помыть и вытереть протереть специальные средства использовать ну замачивает пока что господи друзья обратите внимание как протирается стеклянный столик никаких специальных средств не оставляющих разводов ничего просто влажная тряпка никакой дезинфекции той же самой тряпкой сейчас протираются стулья и этой же самой тряпкой наверное будет дальше протираться вся квартира а это генеральная ну вроде бы как генеральную уборку заказывают поэтому должны да должны спецуборка прям сделать так что было бы видно как мы работали прикольно да 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 давай так же хирургу придем типа давай просто и живот разрежем и зашьем типа мы вывезли аппендикс типа бля а когда болит скажем по бочку ничего страшного а там уже лопит рассосется ничего не будет там лопнет умрет уже никто не пожарнулся чтобы было видно чтобы там трогали чтобы там убирали клинер с тряпкой добирается до дивана на котором мы разместили еще одну ловушку одна из заготовочек это пятно достаточно трудно выводимые на диване который имитирует пятно биологического происхождения это это не имитирует вообще никто нет это что блять яйца которые на 10 лет не дрочили блять и просто там уже сгусток такой какая-то значит не менингит и гайморрит когда появляется сгусток соплей вот тоже самое только из яиц выдавляются было смешать хлорку вот с чем-то более менее похожим до сгуху надо было хотя бы куть кинуть да она хотя бы по цвету подходит и она будет ну типа не знаю но не все сгусток до сан стандартная гостовская сгуха она слишком желтая так ладно попадай подумаем когда ладно хорошо не пьяни я думаю вот знаешь какой-то клейстер разводят чтобы старые окна деревянные заклеивать бумаги вот этим клейстером вот этот клейстер более-менее похож типа как клей для обоев типа у да кстати говоря клей для обоев неплохо вообще вот это надо было у него текстура похоже все будем снимать порнуху когда просто актер короче стоит так лицо держит ему так с кисточкой просто обычный марте и очень интересно как гипоаллергенными средствами это достаточно трудно выводимые загрязнения не будут убирать как они уберут майонез с кожи зама даже представить себе не могу протрют любой тряпкой или что я такая значит я думала ой майонез а я думала сперма капец они счастливы верим на слово но потом обязательно проверим а клинеры уже в спать там буду знаешь еще там такая стакан находится сквирт там их тоже ждет несколько сюрпризов еще одно испытание на тщательность уборки 5 целых 5 использованных презервативов на тумбочке за тумбочкой один вообще висит открытом доступе другой под одеялом если они будут делать уборку тщательно они должны найти их все нашли обнаружили наконец-то первый презерватив прикинь они сейчас смотрят в камеру эти такие бру налей сюда водички немного остатки не завтракал мне нужна нормальная такая доза белка майонез по-любому минус нас на здесь где-то есть камера но надо каждый проверить надо проверить давай вот тот с кровяными прожилками в предполагаемой сперме скорее всего это такая бред это спит на это спит у меня язвочка во рту теперь у меня тоже спит нет а он вроде бы уже все не уже но она мечтает об этом вешаная по всей квартире спустя несколько минут клинеры все-таки замечают нашу ловушку ебать это не бросилась конечно все-таки снимают проверку на внимательность они естественно провалили из пяти презервативов они нашли два которые лежали на самом виду я бы сказал только них и не искали просто сложили вещи обратите внимание пожалуйста вот вам и спецуборка за 15 тысяч уборщицы переходят ванну не запятна где их ждет одна из самых серьезных ловушек то уборка на 5-6 тысяч максимум да не больше ты как раз стать москва чтобы сделать такую уборку после которой в квартире сможет жить аллергик и для того чтобы проверить насколько качественно и тщательно они будут соблюдать это мы оставили в открытом доступе обычные моющие средства чтобы проверить не будут ли они их использовать она аллергик покупают обычные средства тогда так она же сдавала корт дня и моя внимательность со мной видимо будут вход идет флакон с обычной бытовой химией который категорически противопоказан аллергикам они пользуются такими средствами которые были в этой квартире и они не гипоаллергенные и не экологичные унитаз промыли с помощью нашего средства в ванну налили наше средство и дальше продолжают делать уборку нашим средством но на этом уборщица не останавливается похоже что наше средство утекает в чужие руки а зачем аллергику аллергическое средство оттуда делал это пригодится конечно сейчас внимание что они делают они берут наше средство которое не является гипоаллергеном и выливают в пузырёк из-под гипоаллерген но это уже выглядит кринжова когда уже так воруют но она не ворует они в бутылку где написано что средство гипоаллергенная и они покажут или оставят из каждого гипоаллерген и бабам даже двойной мам получается я знаю что пользуйтесь кидай информацию о том что в квартире будет жить аллергик девушки игнорируют и уже протирают полы с помощью обычных моющих средств посмотрите как она этой щеткой моет пола она даже щетку не может разложить вы считаете это опытный специалист который со шваброй справиться не может она пол кухни вымола только потом ручку удлинила она пока что просто размазывает грязь по полу а уже я педагог со стажем я не училась полы мыть зачем мне это все вообще не классный руководитель полоскать клинеры переклик неужели они его помоют чем бы его попить а мытье внутри холодильника речь идет ольга неожиданно возвращается в квартиру но такие нет веселушки мне просто вот интересно чисто по-человечески вот только что наши там на диване сперму нашли гандоны там так далее и ты сейчас спокойно залазишь холодильник и ешь эту еду ну чё думаешь они иду а почему бы нет если люди матрас и блять кто-то блять на стул дрочит я видел недавно статью что чувак трахает свою тачку в глушитель блять и лучше у него секса не было в жизни почему бы тут я после увиденным это знаешь может этот сурок побывал в очке блять и не в одном мармеладку будешь кто знает кто эту этого мишку бедного задрочил какой залуги он побывал болец как об какой творог его мазали антока главное чтоб не видно было вот они презервативы увидели мерзко а вот еду они не видишь уж не знаю как колбаса делается из сосисок похуй вкусные лад нет ты слишком далеко меня убил ужасно здесь протирали здравствуйте фига не себя рекламирую зовут алексей только мы тебя видели в сериале пёс блять можно автограф а можете вот этого четыре лапы мокрый представляем проект черный список и мы проверяем сегодня качество услуг и сегодня мы наблюдали за тем как вы работаете как наблюдали с помощью камеры микрофона девушки из какой вы компании это ваш с какой заказали туда и обращайтесь а как ваша компания вот спросите у заказчика блять прикольно то что да они одни один агрегатор не несет ответственности реально просто левых людей набирают и все совет и охренеть всем похер да и вот этот черный список никак не мешает им дальше да 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 конечно но я учусь взгляда черный список у меня реально появляется мысль сделать какой-то вот значит у обломал он хот-доги начал делать а у меня клининговую компанию свою открыть ты в рамоскве и будешь постоянно чисто короче на этом буду подниматься значит биткойны буду воровать из хаты жесткий диск выносить не я бу я открыл клининговую компанию поставил маму как ответственную туда там бы было полный такой такой порядок блять дальше там но там вы приходили типа нам нужна легкая уборка не бы приходили игры это займет 35 часов в смысле можно за 3 мы не хотим за 3 нас мы не будем спать все нормально мы спать них у нас будут специальные тренинги по выжиманию тряпки по выбиранию тряпки по потом как бы мы будем через микро микроскоп изучать тряпку с микрофиброй и выбирать самую лучшую снимать на этот счет ролики потом моя мама будет ведущим проверять тряпки использовались ли они если на них от частицы грязи я маму свою на усы побрею короче дам его такой список она будет заходить так 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 девчата сейчас я вас примеряю блять были под микроскопом я что вижу на одной тряпке и крошки и грязь с пола ах ты сука по щечину обратно ты и стол и пол вытирала ей я тебя раскусила 15000 и чё и напишешь и чё ничего да ничего у меня только конкретные вопросы про качество уборки пойдемте в ту комнату которую выбирали вы готовы отлично тогда мы с вами расплачиваемся мы отдаем вам 15 тысяч рублей и идем принимать вашу работу без вас всего доброго до свидания а теперь мы идем принимать работу этих замечательных даже он не выдержал их куда-то не были женские труселя за батареи одни я уже вытащил вторые находятся вот здесь их так и не нашли естественно никакой уборки радиаторов речь не идет вот здесь вот на ободке здесь не просто грязно здесь очень грязно что куски грязи еще плинтуса надо было протереть на них много грязи осаждается если это генеральная уборка посмотрите сюда сюда просто налили моющего средства и вот даже пиздец блять вот за такое моя мама вот я честно говорю прям и в погребе бы закрыла потом еще заставил изучать банки протирает да и сначала будет изучать инструкцию по умыванию унитаза блять вот такой том блять да в этом помещении друзья это майонез поэтому я вот так вот да да конечно майонез это мой майонез личного приготовления каменного свисающие с этого призрака прикольно то что лысый до типа с гондона в руках как сразу сад с брайзерс как у нас плодив лежащего там за тумбочкой это конечно говорит о качестве уборки теперь пойдемте к той тумбочке здесь уровень уборки я думаю очевиден ну а теперь друзья давайте подведем итоги работы компании клин так вроде чистим 15000 руб мы заказали уборку сильно загрязненного помещения а в результате получили просто загрязненное помещение в котором теперь наверно нужно заказать генеральный естественно друзья компания клин пипл отправляется в наш черный список безоговорочно последний штришок готов порядок я уже навел все к приходу дорогого клиника полностью готова встречаем алексей находит в интернете компанию мактейлор мы тут вчера друга моего ковера замотали следы остались вытрите пожалуйста карты играли что-то повздорили да 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 он этот как не хотел ремень отдавать последний ковер просто вынести на мусорку разворачивать не нужно очень перемотать на мама ли потом еще мыть придется если звуки будут какие-то не обращать внимание просто ковер старый вот шампур втыкни в ковер он замолчит все но как медленно медленно делали компанию самым высоким чеком мы сдавали квартиру и там цель хорошие события и она очень загрязнена вот хотим ее убрать 80 метров сумма за уборку будет 23 700 то есть нам от моют все очистим все все поверхности и кровь и все остальные загрязнения менеджер не смутила кровь и все да да конечно мы уже давно на рынке мы не такой визу очки мозгов вот это вот все с оружие главное можете стереть все что на нем есть он как профессионал должен был спросить еще а скажите пожалуйста как давно башка была пробита просто если чуть больше трех дней они сложнее от стены отдираются мозги тут чуть-чуть химия сложнее нужно как давно произошел инцидент и если у вас аллергия на сильно сильные средства вот для отмытки так сказать последствий да вот мы только что его как бы отлично хорошо хорошо выезжаем там достаточно теплой водички здесь произошло разбойное нападение и убили человека следственные мероприятия уже проведены все закончилось надо максимально хорошо убраться блин были реально декстры блять начался начинают с уборки мусора в комнате смотря на просто выбрасывает вообще все не глядя наплевать на то что мы просили сохранить какие-то продукты так у нам-то мертвичины блять уже все на все мы ходим это будем доедать битку стучи ты бля просто все уничтожают хорошо хоть не жрет хотя она мне сказала что все что закрыто и запечатанное она сохранит клинеры избавляются не только от вещей и продуктов несет но и от одежды книжки посмотри ну возможно как бы тут знаешь можем быть не на мужской женской обратиться они днк то сделают 30 друзья там была нормальная дорогая подчеркну одежда которую нужно просто постирать ее можно еще очень долго использовать мы сейчас видим что это вся одежда ушла в мусорный мешок вообще не ожидал что за эти деньги они нам все перестирают развесят и мы придем на все готовое мне за 23 тысячи услуги складывания вещей в пакет не нужны уборщица переходит к чистке напольного покрытия она старательно оттирает пятно крови возле кресла но это еще не все сюрпризы ее ждет с имитированное пятно крови за диваном как она хотя бы двигает диван ну просто у меня были бы вопросы тип откуда но здесь странно я такой как детектив ту-ту-ту посмотрите она сейчас двигает тяжелый диван даже не попросив своего напарника мужчину приподнять его по чистовому напольному покрытию а это паркета очень легко царапать он просто берет вот так он двигает диван похуй не твой же паркет но за этим диван мира карты они его обнаружили за это плюс а за то как они его двигают однозначно нет на как же вы зубы добавляют и обратите внимание она просто разбросанные мной в столовые приборы собрала в этот лоток и засунула его обратно я думаю за деньги которые мы платим их нужно было не просто помыть а помыть трижды уборка после смерти включает себя вы нас мусором мойка всех поверхностей химчистка мебели и ковров дезинфекция и дезагорация извините но они даже не помыли столовые приборы и уж не говоря про ящики и лоток как в столовые приборы похоже в комнате генеральная уборка на этом заканчивается клинеры уже в ванной может они здесь уберутся как положено вообще обратил внимание что она тоже тряпка что унитаз зеркало протерла и шли что ну и что в этом плохого ты меня сдал теперь я должен топить на свое оказывается что убрать квартиру после убийства это просто пропылесосить и одной и той же тряпкой пройтись по поверхностям без специальных средств чё не произошло чё какие специальные средства нужны одни меньше другим больше типа этот утенок после убийств там этот мистер пропер после разбойного нападения на обычные средства все же вообще ничего то что делают клинеры отличается от того что написано на сайте внимание уборка после смерти ведется пылесосами парогенераторами поэмлифтерами экстракторами и тех хауэрлифтерами бодибилдерами гипоаллергенной химии и одноразовыми расходниками а теперь внимание что из того что я сейчас озвучил вы видите ничего не смешно потому что на мой взгляд ни о какой профессиональной уборки со специализированным оборудованием здесь речи не идет мы уже увидели генерал-уборщик что-то мы приговорили этот эксперимент уже можно заканчивать я не выхожу пока одной причине я очень хочу посмотреть медаль за отвагу блять просто знаешь целый дом вымыло блять после пьянки 100 грамм боевых слушай если бы это была настоящая кровь и они так халтурно убрались бы все равно бы пахло железом ну конечно тем более там если они за этом труп там какой-то день прижал там бы ну сразу бы запах был бы там насколько на на второй день уже или как только ты часов там уже начинается разложение они бы забили таки бля давайте просто форточку откроем и спать все ляжем так вот там про пердем здесь и нормально будет труб был вот туда я лягу вообще пух и третий день убираюсь уже блять видеть не могу эти мощи и средства но трупный запах это это нереальный я нюхал как-то разочек но я тебе рассказывал ну когда работал там дед умер короче хоть и его это вытаскивали там у нас про короче вносили его это этот запах не сравнение с чем то есть знаешь сюрстреминг мне кажется просто курит такой в стороне сюрстреминг норм я знаю ты все ядно и вообще пофигу не и кузьме тоже но он поначалу мерзкий а потом когда ты его есть начинаешь он достаточно вкусный неплохое блюдо с хлебушком с лучком короче советуешь советую однозначно добра это страшно как показывают в роли не ну может и может мне и кузьме повезло я спокойно еду из раковины убираю руками чтобы выкинуть тканье я тоже из слива могу достать чтобы быть но я тоже не брезгую я потом даже это потом волосы это еду складу в сковородочку как полагается жарим до чуть-чуть соуса добавляет тогда и сюрстреминг спокойно тебе зайдет поплюешься первые 10 минут а потом но и только исключительно из-за запаха наверное у нас квартире это такая вишенка на торте если еще и наши вещи уйдут за дверь уйдут конечно а вот и вишенка мешки с нашими вещами оказываются за порогом пора останавливать эксперимент здрасте здравствуйте всем мне алексей зовут смотрите этот телеканал пятница мы сейчас будем документов мама мама привет привет баба я в телевизоре проверяем качество услуг вы сегодня стали участником нашей программы и сейчас мы будем принимать у вас работать уже поздно уже прятаться пойдемте скажите вы насколько понимаю делали нам спец уборку то есть это как бы на заказ поступило что здесь после смерти до максимально почистить кровь у меня на заказе а как фирма называется которая вам скидывает вообще на коробке комментарии подождите подождите вот так нельзя делать нельзя задерживать человека не давать ему уйти она юристом должна знать нет она же она же стоит по факту там от это таю пытаясь толкнуть можно так или не она и задерживать я думаю просто сделать расчет что возможно у нее нету что российского паспорта что не приезжие да возможно и она думает ну типа говори говори мне блять не распространение хочешь уехать обратно к себе нельзя никого закону незаконно если никому не говорить это законно если никто ни о чем не знает то этого не надо главное что у вас вы а там вот то что там все в квартире делать можно все что угодно у себя я как бывший генеральный директор управляющей компании я знаю без вашего ведома никто не зайдет квартиру и либо это же противозакон генеральный директор поэтому чух кому хотите заводить и попугайчика собачку может быть кого-то еще все зависит от вашей фантазии морку после смерти что в нее входит расскажите пожалуйста это все блять хотел пошутить главную жену не заводите блять для почему них картина висит криво почему они не поправили это первое что в глаза бросается для себя странно тура смотрите смотрите есть поддерживающая уборка есть генеральная а есть еще круче спецуборка поддерживающие стоит на нашу квартиру 3000 генеральную 7 а это 20 за 20 должно быть генеральная тоже там разные виды уборки необычная уборка необычная уборка редкая уборка эпическая уборка мифическая легендарная у блять особо здорово но генеральная уборка в эти деньги входят нет а сколько у вас так генеральная то есть раз 20 тысяч это за помыть кровь да нихуя себе можно обычную уборку заказывать то же самое сделаю я могу тоже кровь отмыть за 20000 ну такое пятно небольшое так как она попшикать и если ехать недалеко да я изи бы ходил я бы каждый ходил за двадцатку кровь обмывал вот 10 минут тратишь на отмытие крови небольшого пятнышка да типа не тупо где знаешь там в ванны если кто-то там себе что-то сделал а вот эту типу вот пятнышка вы спрятался неудачно как будто у собаки менструации просто небольшой пятна надо бы сказать как будто у суки менструация может быть вы знаете сколько стоит генеральная примерно а что входит в химчистку тогда ну что именно вы делали расскажите химии чисто конкретно чем на сайте написано что вы работаете гипоаллергенной химией одноразовыми расходниками с цветовым кодированием они каждый раз вот это слышит и думают и че там на сайте опять что-то написали в одном агрегаторе работу в другом агрегаторе работал каждый раз что-то выдумывают гипоаллерген из эта химия блять какой гипоаллерген и я ничего не отмою что дальше будут писать что я там ремонт должен сделать просто глаза они этот сайт в глаза не потому что пахнет так чё-то это гипоаллергенная химия личная бытовая химия не вижу что она является блин гипоаллергеной для блокирования я вылил ну как вылил кончилось гипоаллергены у меня просто бадье по 20 литров гипоаллергенных средств я просто разливаю вот в эти же как бы распылитель вот сертификат если что я просто там вот скачал сертификата нет потому что такой проблемой никогда не сталкивался я работаю только с гипоаллергенными средствами разуме потому что я сам аллергик для меня это важно я у хорош вот такой это прям вообще все что я сказал это такая вишенка да да вообще можно начать не за сделать это работа когда обманывать людей и что я буду наваливать наваливать а ты потом так подрезали тогда потом подхожу такой знаешь с работа ну как бы говори после пожарных запахов животных здесь нет ничего похожего на то что это специализированный химии гипоаллерген и предлагаю на это шоу назвать пип отлично звучит скажите мне пожалуйста все таки входит ли в вашу спецуборку генеральная уборка не хочет линер его так и доставить свою компанию я думаю сейчас позвонит скажет как пройти до алексей земсков телеканал пятница проект черный список никто деньги не будет плана вы не выполнили работу так то что и и что вы мне сделаете я тебе буду я единственно что я не буду я бы не платил грубо говоря договора не было мы его не подписали ни с кем пришли какую-то херню сделали от типа ну а что ну вы договорились мы там в ватсапе по телефону бумаг никаких не был подписан от 3 передачи ничего не было пришли какие-то я сейчас еще напишу заяву что у меня что-то вынесли здесь блядь а а все несколько вопросов входит ли уборка пыли уборка грязи уборка грязи да но подоконников тряпка не касалась вот почему зачем вот это лишнее он он должен был сказать что а клинеры сказали что генеральная уборка не входит вы говорите что в ареи никто не я сам я понял чтобы генеральная уборка после смерти учению в руках этот что ли сега дремкаст и что такое похоже телефону стащить это какой-то пара генера наверно слушай я понял что такое генеральная уборка после смерти это когда отмаливают грехи тебе знаешь вот это вот генеральную уборка чистят квартиру да потом освещают ее ну вот эту я как бы я не так услуги я как бы этого не знал понимаешь ты же сам понимаешь у нас с тобой немножко разные миры в эту уборку входит генеральная скажите пожалуйста вы мыли подоконники нет посмотрите на молодец хотя бы это а чужие назад не будет просто как это правило посуда вы были посуду у нас не ходит посудом в 20000 не входит только что менеджер сказал генеральная уборка в ходе мыть посудой к вам свой за 20000 вы хотите сказать что вот это у вас злится ночью да ну это биздец за 20000 посмотрите у вас условиях договора что вы можете сразу все исправить давайте исправлять тогда давайте исправлять ну у вас написано что если что-то не так вы все исправить похоже профессиональные клинеры решили убежать до свидания удачи вам в канале секундочку а вы вернитесь и возьмите деньги так еще не оставьте поделите по 7 500 за что им деньги-то давать ну я бы не дал ни за что им делать они наглые были 23000 они по сколько по 11 500 ну блять по 11 500 ну ладно допустим это просто один себе земсков алексей 2 мария вроде бы или маша не помню сейчас можно оплатили услуги вашей компании утром все хочет вам просто сказать да я вас поздравляю вы теперь в черном списке двадцатка на дороге не валяется я вообще здесь первый день работаю и завтра меня и с тобой никто не смотрится раз этот черный список был бумажный я иду я говорите иди и прямо сейчас увольняюсь я устал за сегодня это уже пятый такой звонок за последние 20 минут поэтому все но клининг просто отвратительные все три клининга были отвратить ужаснейший прикину причем сумма такая знаешь больше десятки было больше это не ну немало там как быть ладно там просто первый там много убираться ну здесь за двадцатку и хата была не ну не самая засранная там два пятнышка крови ни хера не сделал вообще ничего вот так вот ребята черный список поэтому мой вам совет если вы будете вызывать подобные услуги домой сначала договорчик подписываем будьте умнее прочитайте его хорошенечко проверьте проверьте все что вам нужно а после этого уже принимаете работу и оплачивайте деньги второй же не принимайте и ругать да да вы ну типа вы можете если вы не писали договором их можете послать смело потом если вы мужчина или если даже если вы девушка просто как бы позовите хотя бы друзей чтобы вас было ну по-человечески больше массой задавить задавите этих несправедливости окружить их чтобы они чувствовали себя беспомощно потому что когда со всех сторон на тебя кричат и толкают ну если прям дойдет до крайности этих просто но вызовите сразу клинеров следующих чтобы кровь по факту две уборки будет за один главный со вторыми не драться и на 4 ладно с вами были самые добрые и милые люди серканы и бурак короче подписывайтесь на канал юлика на мой канал обязательно ставьте лайк потому что для нас это очень приятно для нас это так сказать обратная связь наша работа в общем всего хорошего пока пока